Друзья, всем привет! С вами снова Ольга и очередной влог. Прекрасное утречко сегодня. Всю ночь у нас был ураган, дождь. Подушки эти, в принципе, непромокаемые, они на солнышке высыхают за 5 минут, поэтому я их не убираю. Я дозаказала, видите, еще одну клумбу, чтобы полностью стена была, и покрыла лаком. Если помните, они были такого натурального желтоватого цвета, теперь они под цвет пола практически. Потому что это не просто лак, а с оттенком. Оттенок тотори. Тотори – это желудь. Оттенок желудь. А здесь для нового бамбука не хватило земли. Придется опять ехать с дачи везти землю. Я тут мешала, видите, вот эту дачную землю с вот этой вот черной легкой воздушной покупной. А тут у меня русские огурчики тоже посажены. И на крыше, и на первом этаже. Кучу, в общем, насадила. Не знаю, вырастут, не вырастут. Тойока, пойдем гулять. Провожаем нашу школьницу в школу. С Тойокой вышли на прогулку. Сунган сегодня с утра убежал на работу. Хочу ему похвастаться. Здесь у меня, видите, какие цветочки. Посадила новые, пересадила. Те я посадила в огороде у тебя, а сюда посадила новые. Здесь вот гвоздички маленькие. Милота и красота. Нежные такие цветочки. Иди, че стоишь-то? А, Йоги сукидарингуа? А, она здесь стоит, ждет их, пока они спустятся. Друзья, товарищи. Омагайке, Санчек. А то сейчас Тойока описывается прямо здесь. У нас здесь, видите, вот эти вот коврики собрались класть, которые я вам уже показывала. Вот на этой дорожке, которую выровняли, будут застилать вот этими ковриками. Потому что грязюка, после дождя особенно. Кормлю животных завтраком. Сидит он уже, ждет товарищ. Добавляю масло лосося и витамины. Тут витамины все необходимые, минералы, микроэлементы. Для вот такой вот плюшевой шерсти нужно обязательно правильно кормить СИБ. Потому что если у СИБы не плюшевая шерсть, а такая реденькая, они выглядят как двортерьеры, да? Как дворнежки. Видите, шерсть такая, шерсть медвежья. Страшный этот угол. Аж бесит меня. Я думаю оторвать вот так кусочек обоев и сходить в магазин с обоями, чтобы они подобрали по цвету. Как-то вот так вот хотя бы заклеить, чтобы в глаза не бросалось. Это он так мстит, когда один остается дома надолго, когда мы уезжаем на дачу, оставляем его. Вот он от тоски спасается таким образом. Но сейчас уже не грызет это он, раньше грыз. Занимаюсь своими повседневными домашними делами. Не самый, конечно, занимательный контент для Ютуба. Но я люблю свою рутину. Я от нее кайфую. От простой вот этой вот жизни я кайфую, друзья. Ничего не могу с собой поделать. Заставить себя жить как-то веселее, иначе. Поэтому, друзья, ролики сейчас не выходят часто. На Ютубе сейчас столько интересного, профессионального контента, и про путешествия, и про что только нет. Поэтому мне даже как-то стыдно выкладывать часто про то, как я чищу унитазы, блин, мою полы. Вышли с Такаякой уже на дневную прогулку. В нашем мини-парке продолжаются работы. Ландшафтным дизайном в Корее чаще всего занимаются вот такие очень старенькие бабушки. Сажают цветочки. Здесь высадили азалию. Она пока выглядит не очень презентабельно, но она оправится быстро. Это такое растение, это такой куст, который просто растет везде, в любых условиях. Самый живучий, наверное, куст, который я видела в своей жизни. Я переживала, что оставили много открытого грунта, но это было дело времени. Видите, сейчас ни одного сантиметра открытого грунта нет. А вон они еще этих лотосов накидали там. Лотосы будут. В общем, еще вовсю работают. Парк наш преображается. Скоро будет совсем красота. Но не скоро, в следующем году, может, через года два, когда вот это все прям бурно расти будет, свести, как вот эти старые кусты. Тут поставили тренажеры. Вот так должны правильно цвести кусты азалии. Видите, тут намешано. Здесь вот кусты уже более естественно растут. Никто их тут особо не стрижет, видимо. Видите, как заботливо подписали деревцы. Смотрите, какое буйство красок. Красота просто. Скажите же. Вообще, если сказать, что в Корее весной цветет каждая кочка, то это будет не преувеличением. Так и есть. Мусор из цветов. Сакура здесь еще не вся высохла. Видите, какие живучие эти кусты. Их даже на камень сажаешь. Они прекрасно себя чувствуют. Хоть в асфальт их посади, хоть в камень, хоть куда угодно. Все равно приживутся. В Корее очень много камня. Видите, обочины дорог, тротуары отделаны вот этим камнем. Такая получается типа альпийская горка, да? Вот этот цвет красивый, смотрите. Белый такой слегка-слегка нежно-розоватый. Надо копнуть, будет здесь ночью. Шучу, конечно. Она продается, стоит копейки. В интернете заказать можно. Посадить. Вон, видите, какая дорожка красивая. Эта дорожка ведет в опаты. И вся полностью в цветах. Если вам кажется, что у нас просто какой-то район специальный, где живут одни ботаники, наверное, выращивают растения всякие, то это не так. Абсолютно все районы в Корее весной выглядят одинаково. Не только, друзья, тротуары и обочины дорог украшают цветами. Если зайти во двор, там то же самое все. Все утопает в цветах. В каждом, абсолютно в каждом дворе. Без исключения. Скажите же, масштабы поражают. Не какие-то локально там кустики. Я снимала эту красоту, наверное, с самого первого дня, как приехала в Корею. Каждый год снимаю и удивляюсь, и кайфую от этой красоты. Не надоедает, друзья. Такой насыщенный цвет. Даже не верится, что это натуральные цветы. Есть такая поговорка. К хорошему быстро привыкаешь. Но я не согласна. К хорошему невозможно привыкнуть. Каждый раз, как в первый раз. Тойка, а где мы вообще с тобой? Я что-то заблудилась тут в этих муравейниках. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Уже отцвели некоторые? Да, это уже отцвели. Я немножко припозднилась, как всегда. Так, подожди. Мы заблудились с тобой. Поздравляю тебя, Васечкин. Ты балбес. Лабиринты эти корейских опатов. Ага, поняла теперь, где мы. Даже на горе насадили. Кстати, есть еще горное, дикий сорт азалии. По-моему, богульник называется по-русски. Я, если честно, не знаю точно. Вот. И он зацветает очень рано. Самый первый. И в горах его очень много. Прям целые плантации этого богульника есть в горах. А это вот уже культивированы. Покрасили здесь перила, видимо. Смотрите. Ну да, она уже все подсыхает, отцветает. Конечно. Но все равно красиво. Остатки такие роскоши. Ай-яй-яй. Целаем. Ой, котики, котики. Ой. С Таекой ужасно тяжело. Что-то снимать, ходить. Он такой непоседа. Ему хочется носиться, бегать, резвиться, играть. А ты скажи, ходишь как улитка с этой камерой, что-то бормочешь там. На самом деле, друзья, у СИП очень-очень высокий IQ. Они очень умные собаки. Понимают все просто с полуслова, с двух повторений. Но они очень плохо поддаются дрессировке. То есть у них вот эти природные инстинкты. Они преобладают... Опять увидел какую-то собаку и все, все, забыл, как его зовут. А еще знаете, почему он себя так ведет? Потому что каждый вечер с ним гуляет Сонгын. Долго-долго. На собачьей там площадке. И Сонгын, когда с ним гуляет, он его вообще ничему не учит. То есть тянет он там поводок или что-то, кидается к другим собакам. Сонгыну вообще все равно он... Ой, да, все, молодец. Все ему позволяет, вообще все позволяет. Он вообще-то Сонгын, он такой, он детей не умеет воспитывать нифига. И собак не умеет воспитывать. Просто неограниченная любовь, баловство. И у него, конечно, диссонанс. Что почему там, значит, можно, а тут я запрещаю. Почему нельзя? То есть собакам нужно конкретно. Если нельзя, значит, всегда нельзя. А так, что можно, то нельзя, конечно, собака, она в ступор впадает. Поэтому в семье воспитать вообще нормально собаку невозможно. Все по-разному гуляют. Соня, ну, Соня строго с ним гуляет. Она прямо его дрессирует. Но Соня редко с ним гуляет. Вот в основном я, да Сонгын. Тут один двор красивее другого. В Корее стоит приехать только ради того, чтобы погулять, наверное, по дворам. Корейский хапат. Уже наслаждение. Как в парке, прям настоящий парке. О, тут цветочки продают. А, сегодня же пятница. Рыночек приехал. Так, ну я не потащу, конечно, отсюда. Я даже деньги с собой не взяла, кстати. Мы же вышли просто в туалет сходить. Ну что, друзья, кто скучал по передвижным корейским рыночкам? Сколько я их снимала много. Но сейчас они неполноценные. Все-таки у нас еще карантинные меры не до конца отменены. Ну, то есть их до конца отменяли. Потом опять вводили. Вот, поэтому сейчас нет аттракционов и столиков, и всего такого. Неинтересно. Просто вот на вынос можно купить и все. Макколи. И рулька свиная. Но без столиков нет такого вайба. Какой смысл покупать здесь? Есть дома, можно в магазине купить. Всякие сушеные полезности. Видите, это цукини сушеные для панчанов. Корешки, вершки. Скоро мы с Сунгином будем все это на горах собирать. На даче, на своей. Сами сушить. Шучу, конечно. Огородики у людей. Тоже все цветет. Если честно, меня огородики корейцев просто бесят. Почему у них так все растет? Посмотрите. В 10 раз лучше, чем у меня. У кого-то просто цветочные клумбы. Потому что вообще нереальной энергией заряжаешься, когда просто копаешься в земле. Это настолько релаксирует. Мне кажется, у белого сорта даже цветки крупнее. Такие нарядные. Интересно по цене посмотреть. Одинаково стоят красные и белые. Люди с работы приходят и на грядочку. Рядом с домом. Кстати, большинство корейских собак, они не дрессированные, не воспитанные. Вот как у нас принято. К ноге рядом. Там вот это вот. Все строго у нас так собак воспитывают. А в Корее как детей. Они вообще не парятся. На ручки взял и пошел. Процентов 90, наверное, собак. При виде других собак также кидаются, вырываются. Ну, видите, как на поводке ходят. Никто рядом вообще ни разу не видел, чтобы собачка шла рядом в Корее. У всех натянут до предела поводок. Эта собака тащит эту хозяйку. Благо, что у них крупных собак практически не держит никто. А что там баллонка? Тишина, покой, красота. Воду еще не включили. Тут будут ручьи, прудики летом. Раньше угорала над старушками. Много раз видела. Бабушки в Корее идут и поют. Вот теперь сама такая стала ненормальная. Ну, а как тут не петь? Березки. Видите? Кусочек такой родины, детства. Но они здесь небольшие такие. Видите? Худенькие. Маленькие. Молоденькие еще. Все это сделано без особых затрат. Я бы не сказала, что здесь какие-то прям дорогущие отделочные материалы. Свои какие-то природные материалы используют. Это вот лава. Базальт он называется, да? С острова Чеджидо. Черная. Очень много, что отделано этим материалом. Камня много. Повезло корейцам. Страна горная. Есть, конечно, и дорогие объекты. Вот такую беседку, например, поставить. Я даже не представляю, сколько стоит. Из цельного дерева. В традиционном стиле. Черепица. Там вот это вот все. А, ну вот, 2006 год был этот район. Построен. Вот с тех пор еще, видите, эти ковры лежат на дорожках. Выглядят они, конечно, уже не как новые. Но, тем не менее, все равно эта дорожка чистая. И ваши кроссовки остаются белыми. Когда вы по ней идете. В отличие от земли обычной. Пойдем уже домой. Стоекой. Потому что я не взяла деньги, карточку. Ничего не взяла. А он хочет пить. Незапланированная прогулка у нас получилась. Просто я думаю, пока я соберусь, уже все отцветет. Школьники возвращаются домой. Скоро отменят масочный режим. И уже людей так не поснимаешь. Они пока в масках еще нормально реагируют на камеру. А без масок вообще у них вот это вот чувство приватности. Очень-очень гипертрофировано. Чувство личной свободы, личных границ. Это вот школа Гелика. Мы подходим к школе. Сюда же пошла Софийка в первый класс. И где-то у меня была фотка, где она стоит маленькая. А вот в этих кустах красных ничего не изменилось с тех пор. Столько лет прошло. Идти на площадках тоже лежат вот эти вот. Ковры здесь они потолще. Они разные, конечно, бывают. Толщины, плотности. Вот этого зависит и цена. Побежали наш светофор. Ты посмотри, он пробежать спокойно не может мимо баллонок. Когда на тротуаре нет места для цветов. Их прикрепят на забор. Тойёка, бедный, язык до пола висит. Пить хочет. Бедолага. Пей, пей, пей. Котик такой, ну и зачем выходили, шлялись куда-то? Вон как можно смачно дома отдохнуть. Куда-то попёрлись, скажи. Пить захотели. Купила себе, друзья, крутой топорик. Дрова рубить. А у Сунгына попросила на день рождения пилу мне подарить. У меня день рождения скоро, 12 мая. Самой себе пилу не хочется покупать. Она довольно дорогая, хорошая пила. Без пилы никуда. У нас там столько деревьев на даче. А из дерева можно сделать абсолютно всё, что угодно. На Новый год попрошу бетономешалку. Это у меня, друзья, укроп взошёл. Это вот салат всякий разный. Редиска. Ко дню рождения как раз созреет. Потому что у меня пати намечается. Девчонки придут, будем шашлык жарить, салат делать, окрошку. Из своего укропчика, своей редиски. Так как это диковинные для Кореи продукты, не продают практически нигде. Редиску, укроп купить редко где можно. Поэтому выращиваю. Очень мне нравится этот куст лаванды. Надо ещё заказать. А у этого вот опадают цветочки. Видимо, не всё лето цветёт это растение. Я же не знаю, друзья, ни названия этих цветов, ни как за ними ухаживать. Ничего про них не знаю. Учусь всегда на практике методом проб и ошибок. Не делайте так, не повторяйте. Фу, такими быть. Минутка отдыха. Переживаю, что-то я, друзья, за этот бамбук. Пока мы поедем на дачу, пока накопаем эту землю, привезём. Он уже умрёт, засохнет. Думаю, пойти сегодня копнуть земли здесь рядом с домом, где-нибудь в парке. Там как раз копали недавно. Трактор копал. И земли спаханной много. Не представляю, правда, как мы будем это делать, как будет это всё выглядеть. И, естественно, намного проще бы было эту землю купить. Но такую землю, повторюсь, в Корее не продают, к сожалению. Друзья, выперлись преступники под покровом ночи. Пиздить государственную землю. Да, вот здесь прям копай, пофигу. Камеры здесь нет, надеюсь. Сейчас люди подумают, что здесь труп закапываем. Полис. Вообще в Корее не принято вот так вот воровать, поэтому всё построено на доверии. Никто, ничто не укрывает, не закрывает. Вот эти вот половички, представьте, у нас бы лежали где-нибудь просто так. Всё бы растащили ночью, наверняка. А здесь только мы такие, потому что Оля русская. Так, что ещё где копнуть? У вас ещё что-то осталось? Вообще как спец тяжёлая. Но это настоящая земля, потому что с песочком, с глинкой, всё как надо. Не то, что продают пуху этот, блин. Ой, охранники там наши. Блин, у меня на башмаках больше земли, чем мы накопали. Ну потому что дождь был, а половики ещё не постелили. Так, сейчас нас спалят и посадят. Аня, ась я. Пиздец, как страшно. Тут, 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 тут чёвэрэ. Ай, чёная.